Нашли скопление судака, точнее вот сам нашелся, потому что место это уже у нас намоленное. Мы ловим судаков, сегодня были судаки там 3 килограмма, это 2 килограмма, полторашечки были, ну нормально поймали сегодня рыб, десятка-полтора-два, мы хлопнули. Это Слава. Это Паша. Здрасьте, и вы вместе команда MyTarget, которая держит эту штуку, которая передает вам видео сигнал, это Саня. И сейчас мы выходим на лед, точнее на воду, но потом с воды на лед заползем и будем ловить по огромных судаков, потому что вы понимаете самые толстые судаки, у нас здесь круглый сезон, ну и 2 недели в году еще на Рыбинке, но то через год, а здесь постоянно, поэтому сейчас пойдем их поймаем, вам покажем. Ну и будем потом как бы дальше накидывать такие маленькие пью-пью-пью в сторону Рыбинского моря. Прям здоровые? Ну такие, не, маленькие пью, а судаки здоровые здесь, поэтому что, мы как бы, снега у нас немного, зато у нас много энтузиазма. У нас есть лед и есть север. И много энтузиазма, ну и банк тушенки, пачка хлеба. Слав, какие рекорды вообще на финском? Судаков зимой 8 килограмм, 9 килограмм. У меня 9-200 зимой был судак. Ну, десятку, кто-то говорил, там 11 ловили, но я не видел на самом деле 11, там, под 10 килограмм я видел судаков. Пашка в том году ловил восьмера где-то. Да, то есть каждый год большие судаки, 5, от 5 до 8 килограмм вообще реально поймать в любой день, вообще реально. Или в любую ночь. Или в любую ночь, при определенном, конечно, течении обстоятельств, однозначно. Но мы сейчас делаем так, чтобы эти обстоятельства стеклись. Ты прямо сейчас хочешь навалить эти как робот судаков? Я хочу навалить просто. Так что, что, палки готовы, в принципе, на все, что нам нужно, это пару здоровенных вибов, фраповибов. Ватрушка под аккумулятор. Ватрушка, да, и все, и на лед вперед. Как бы, мы опять же будем еще выполнять функцию шерифов на льду, потому что много народу, лед реально тонкий. Мы прекрасно понимаем, мы не осуждаем выход на лед. Понимаем, что лед могут открыть выход на лед, типа там, в феврале, в марте. Такое бывает, когда лед уже, блин, метр, рыба уже особо не клюет. Все будут ходить тогда, когда хотят ловить рыбу, и это нормально. Мы такие же рыбаки, мы тоже ходим тогда, когда есть хоть какая-то возможность на него выйти. Вот, но когда мы на лодке, то мы видим, что откололась льдина, кто-то провалился, мы сразу придем на помощь. Поэтому мы считаем, что когда нас пытаются выгнать, ну, аэролодчиков с воды, это будет со льда, это глупо. Потому что мы первыми приходим на помощь, при всем уважении к МЧСу. Так что... Где-то кого-то перекинули через фарватер, там, если что, пацаны. Ну, величина. Номер телефона. Номер телефона, знаете. Мы тут как тут. Майн таргет. Все, все хамняли при воде. До скорых встреч. Ну, почему мы не на воде? Время одиннадцать, а должны были быть в девять. Потому что мы майн таргет. Не отдавай всю хронологию наших проблем, которые нас сегодня преследовало. Ты проснулся утром. Я проснулся в пять утра сегодня. Умылся. Не помню. Умылся. Потому что это было так, прям реально в кипище. Собрался, выхожу с утра открывать машину. Один раз у меня машина не открывалась. Возле дома стоит котельная, и на ней висят, как эта херня называется, радио. Ну, короче, дает, дает, дает память. Я такой подхожу к машине, все нормально. Щелка, а она... До свидания. Не открывается. Я побегал вокруг нее, пооткрывал. Нифига не открывается. Так, что делать? И я знаю, как бы в прошлый раз такое было в этом же месте. Я решил открыть ее ключом. Ключ повернул, и она заорала так. Ну, как бы там дом был весь в афиге. Парням наврал, говорю, что можете отдыхать. Можете не спешить на рыбалку. Вот. И что-то пару раз я еще сходил к машине, и потом просто выхожу, нажала, и она открылась. Что за фигня? Непонятно. Но сигналку надо поменять. Потом были гаишники, сервис, заправка. Ну, и как бы я приехал. С опозданием. И качаем лодку. Начальство не задерживает, то опаздывает. А начальство не опаздывает, то задерживается. Нормально. Привыки. Со временем... Еще проблема была с пропуском. Ну, и как бы его оформили. Короче, это не мы, это судьба так распорядилась, чтобы мы вышли не рано. Но мы надеемся, что судьба приведет во внимание все наши отягощающие факторы, и сжались над нами и даст нам парочку восьмерок, и нам этого хватит. Спасибо, судьба. Если нас видишь, поставь лайк. Песенку петь будем? Нет. Давай спускай лодку поехали на воду. В том году что не напелись, сломали все. Стягиваем. И оп, и оп. И. Габа пять. Субтитры сделал DimaTorzok Это был наш первый выход на лед. Прекрасная погода. Мы предвкушали прекрасную рыбалку. Немножко задержались. Спустили лодку. Голый лед. Все супер. Мы объехали все наши точки. Но судака другие планы. Рыбы нет. Мы не поймали его. По-моему, пару каких-то маленьких шнурочков вообще неинтересных. И, естественно, мы не могли такое опросить судаку. Поэтому было принято решение вернуться завтра и взять реванш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то пытался клюнуть меня. Боднул, промазал. Потом второй раз промазал. А третий раз не стал клевать. Жулик? Прямо зачетный. Три метра. Стоит, стоит. Стоит? Да. Зашевелился немножко. По идее, должен клюнуть, Сань. Увидел. Так. Что на самом деле залезть? Неплохой судачок должен быть. Как сказать? Неплохой. Такой, наверное. Так. Два. Два. Испай. Не оторви только воблен мне, он не дается мне просто. Опа. Я его подбагрил, смотри, он промазал, но я его уже подбагрил. Надо, он или сойдет сейчас? ну как бы так я думаю сегодня будет рыбалка отпускаем красавца продолжаем дальше 11 метров давай туда перейдем сразу небольшой такой же поменьше даже прикольный стандартный такой боевичок их тут много суши надо неплохой размер это два с копейкой да может вас половина же прикольно они с фарватера просто зашли в затишок и стоят здесь жируют вместе со стая леща то есть он в перемешку стоит вместе с лещом это сельская будешь на не мышь вообще это вегетарианцы нынче стали пускай плана погнали дальше надо вам лаковать славка бахнул судака все это нашли скопление судака точнее он сам нашелся потому что место это уже у нас намолено здесь его не было несколько дней подряд мы приезжали все не было не было а по времени это как будешь пора бы и быть сейчас он все таки все вернулось на круги своя судак вышел вот три штуки слунки подряд поймал любви 2 слил за примерно минут 5 в городе ловим мы очень часто и достаточно 15 минутах дома приехать взять бур сапоги накинуть костюм и 5 минут пройтись по льду и ты уже можешь поймать достойную рыбу крупная рыба тоже попадается очень часто в городе но это очень мало мест которые лучше посещать в ночное время когда никого нет на льду и когда мало кто это видит но 10-15 не крупных там зачетных судаков можно наковырять принципе в любой день если упереться в черте города слушай ну как бы килл 6 наверно да не нормально судаки для финского мы стараемся найти толстых но не так просто мы на правильном пути сколько ты берегу на на будет до до кулу этому даже да где только 2 килограмм ну 130 и посмотри в легкую в нижний тройник без факелов и проще это все нечисти красавчик так колючка сам попали не буду толкать его и след простой только и вы поминали ну больше это я тебе да я думаю 3 4 3 трешка должна все разъединился их 2 причем наблюдают только дырак чтобы чтобы потом быстренько сломки в лунку может быть под голову ему давать как мы ищем рыбу забурился пускаешь паноптик в лунку ищешь леща или ищешь судака ну там что повезет на самом деле находишь приблизительно на каком расстоянии она находится засверлишь ей прямо на башку и опускаешь приманку элементарно просто с нынешней техникой ну рыбалка становится очень интересная ты мало того что видишь поклевку приборе и видишь как подходит рыба к приманке кто-то считает это неинтересным есть конечно доля того что потерялся вот этот вот интерес как это сказать что потерялся момент неожиданности но у тебя наш нашлась новая функция ты видишь прекрасно как рыба подплывает приманки у тебя уже это уже настораживает это очень интересный ты если раньше не замечал что там вокруг тебя куча рыбы но она просто не клюет теперь ты понимаешь что рыба есть просто надо подобрать к ней правильную приманку правильную проводку не будет результат пошел кого-то паша быть не был маленький хорошая но вообще не особо хорошая но и степи братан сейчас отпустим ребята обратите внимание как я рыбачу у меня вип привязан просто намертво пол просто к флюру ты думаешь они очень же чувствует то вип да он думал судаков он же повидал хорошо ну нормально да наверно штук двадцать уже он поймал вот и один лежит в запасе как бы на рыбалку вот в основном выхожу его цепляю одного и больше ничего не надо не красивый судачок красивый судачок получу на и отправляется он назад куда вас ваясь и позови там нормального уже эту такую похожая на похожую на лосося дамочку спасибо 17 метров вовка пошли куда сейчас они эти нормальную рыбу найду вот это побольше будет за такой неплохой сколько эмоций павел ну как неплохой стандартный знаю круто что произошло я видел рыбу стоящую где-то там полтора метра от лунки опустил приманку он не реагировал я взмахнул высоко вип заплыл за него тем самым показался судаку и назад вернулся к лунке а судак просто развернулся и вышел сразу же забив за и произошла поклевка вот его вогнал и мне просто его без инструмента очень тяжело достать очень хороший очень хорошее цевьё крючка ну а про приманку вообще нет слов это не говорит не говорю даже название говорю ну чё давай красавчика домой шикарный шикарный приятный судачок такой где-то подушечку и 800 давай брать параду нас еще когда подрастешь а ловля с паноптиксом это ну это работа на самом деле постоянная беготня обурение лунок ты должен угадать предугадать какую сторону допустим если от тебя судак сваливает куда он пойдет чтобы именно забурится на опережение ему тогда все получится но это в принципе как и летом все то же самое допустим ты даже не видишь рыбу в приборе но она у тебя мелькнула ты понимаешь каком направлении отследил куда она двигается и также сама можешь сделать заброс не видя рыбу и будет поклевка судаку приманку надо подать можешь сказать точно в голову иногда там на полметра ты промазал и он не отреагирует на эту приманку прям в башку тогда будет результат ты должен четко понимать что ты видишь на приборе и ну понимать где у рыбы хвост где у рыба голова она на приборе вроде бы это все размыто но на самом деле ну мы отличаем где там голова где хвост и недостаточно достаточно там игры полметра вот если у тебя там полметровый судак там или 90 сантиметров ты будешь трясти у него у хвоста он не развернется и не клюнет что это очень редко точно в башку отличаем голову от хвоста кидаем в башку и есть поклевка тем временем вячеслав мискует малька собака попался кучу на крючок на остренькие лить остренькие конечно палку что-то пить другой сюда я же не хотел поймать другого судак вот это ловит уже пятку отдает ничего себе суши ничего себе видео какой классный эффективным судаком что они хотят сделать этим гибом не понимаю большой но стандартный стандарт показалось щука поэтому и показалось такой удар был что я подумал что там большой это щука вот щука жаба ну ладно ну так жахнул просто капец я подумал не знаю ну теорина просто знаешь как эти мелкие клюет прямо зимняя рыбалка назначена любовь мы весь сезон летний ждем зиму и всю зиму и ждем лето и и нам все очень понравилось вот эти отмороженные пальцы пальчики которые отвыкли контактировать с водой шнуром постоянный с рыбой ты такой блин ах минус 10 как холодно ой 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 конце зимы такой двадцатка перчатки заблани и пойду обратно там 50 метров идти лень и так сойдет вот но раш пойман хочется поймать еще 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 и поэтому мы решили что завтра опять пойдем на рыбалку и будем ловить уже ночью судака и будем стараться поймать трофей получится или нет скоро узнаете что ребята у нас день подходит к концу и слава богу что только день потому что сезон только начался не все у нас получается что хотелось бы но мы ловим щук аккуратненько аккуратненько пальчики береги мы ловим судаков сегодня були судаки там три килограмма это два килограмма полторашечки були келушечки но нормально поймали сегодня рыб то есть десятка полтора два мы хлопнули все хорошо радует то что у нас зима в этом году началась очень рано обычно я в прошлом году 10 декабря поднимал лодку а мы в это время уже на льду да и уже не первый день кстати говоря поэтому все нет прикольно зима нормально лед стал снега не пока немного то есть он еще намерзает все еще супер просто супер сейчас быстренько все оставшиеся дни быстренько отлавливаемся по судакам и на юг потом вернемся они отдохнут и мы с новыми силами напорим и на этой веселой ноте щучка машет вам пока и говорит до свидания и говорит до свидания ладно фоткать мы ее не будем так уж и будет пускай отправляется подрастать красотка по щучи ушла как там серега говорил беляев как как кто как черт обнял приподнял еле приподняли заплакали согласен насеку уже не смогли поднять а Димон погнали домой погнали погнали домой пошел едет г